Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики и все те, кто на Пасху собирается приготовить кулич. Очередной рецепт. Этот рецепт, это не наш семейный, это сравнительно новый рецепт. Я где-то его нашла в интернете, записала, как говорится, свою тетрадку и сегодня хочу попробовать приготовить этот рецепт. По технике он очень простой. Здесь используется сгущенка. Я, конечно, использую качественную, белорусскую. И здесь нету молока, здесь сгущенка и вода. Что я беру для этого рецепта? Это муки 450 граммов, обязательно нужно просеять, пол чайной ложки соли, пакетик ванильного сахара, 8-7,5 граммов, у кого как, 8 граммов сухих дрожжей, на сухих дрожжах, одно яйцо и один желток, белок в сторону, 180 миллилитров воды, 250 граммов сгущенки я возьму и 80 граммов сливочного масла. Нужно, конечно, мягкого, но я его не выточила с холодильника, поэтому я его просто-напросто растопила. Вы меня спрашиваете, как вот часто, я отвечаю, но все равно, как заменить, например, если вот сухих дрожжей у меня идет 8 граммов, то свежих нужно брать в 2,5 раза больше. Если возьмете в 3, то не страшно будет. Если, например, обратное, если, например, у вас 30 граммов, 30 граммов мокрых дрожжей, на 3 назад это будет сколько? 10 граммов. Так что тут математика очень простая. В 2,5 раза берем больше. Так, все. Рецепт подкупил меня чем? Все очень просто. Так, я беру водичку теплую. Можно немножечко погорячей, потому что здесь будет у нас сгущенка, она с холодильника, немножко прохладно. И сейчас я возьму весы, потому что я не отмерила сгущенку, чтобы не оставлять там на стенках дополнительной посуды. Вот я оттариваю сейчас на нолик. И 250 граммов. Смотрите, какая сгущенка. Как острого. Острого невезения в океане. Нет, 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 у нас все будет хорошо. Никаких не невезений. Это я не ту ноту взяла. Вот так. Здесь написано 380 граммов. Так, все, 250 граммов мученки есть у нас. Сейчас я это все размешиваю. Получится у нас молоко. Вы скажете, а какой смысл? Не знаю. Значит, в сгущенке что-то есть такое, чего нету просто в молоке. И сейчас сюда высыпаю вот соль и дрожжи. Вы заметили, что у меня здесь сахара, ни граммулечки нету. Нету. Такой кулич. Так, перемешиваю. Теперь одно целое яйцо разбиваю прямо сюда. Выбиваю вне миски. И один белочек сразу возьмите емкость, которым вы будете взбивать это яйцо. Белок я отделяю. А желточек отправляю вот сюда. Перемешиваю. Ванильный сахар можно добавить как сухим, так и сюда. Я добавлю сюда. Сейчас очень модно добавляют куркуму. Цвет делают желтенький цвет, но я этого делать не буду. Потому что куркума не у каждого есть. Это такая специя. Так, и сюда сейчас я выливаю масло. Вообще, конечно, есть рецепты, где масло нужно растопить, а есть, где нужно добавить мягенькое. Я не знаю, честно говоря, какая разница. Но я думаю, что если мягкое, то меньше муки не такая. Это мое наблюдение. Меньше муки надо добавлять, потому что все-таки это масса. А когда мы его раскопили, это количество жидкое, жидкое масло. Поэтому увеличивается, больше муки нужно. Это лично мое соображение. Может, я не права, я не утверждаю. Так, и теперь я сюда добавляю, высыпаю спокойненько всю муку. Все, вымешиваю все до однородности. Мука теплая, яйца тоже заранее с холодильника достала. Все вымешиваю. Очень быстро. Вот несколько раз поворачиваю я палочкой, и тесто становится, смотрите, какое, видите? Такое вот тягучее. Сейчас я возьму немножечко водички, чтобы лопаточку очистить. Все, первый раз мы замесили и ничего не делаем. Вот, я сейчас его накрываю салфеткой. Здесь ХБ тканью накрываю, потому что это тесто не надо пленкой накрывать. Оно не будет у нас стоять 5 часов. Мы сейчас отправляем вот в теплое место, чтобы немножечко вот наше... Это не опаро, а безопарное оно. Но чтобы тесто чуть-чуть выросло. Теплое место, а мы с вами займемся изюмом. Так, мисочку с под маслом не мойте. Этим маслом мы смажем формы, когда будем выкладывать. Так, у меня, конечно, изюм. Вот у меня такие есть вот. Вот такая сумышь я покупала хорошая. И немножко вот у меня изюма осталось. Надо покупать, потому что купила, думала для куличей. Но все вот эти пробанные рецепты мне интересно. Меня это затягивает приготовить рецепты других людей, как это получается. Пока на сегодняшний день все куличи прекрасны. Ни одного кулича не было невкусного. Так, и я заливаю сейчас вот кипяченой, но не горячей водой. Вот так. Здесь он у меня и помоется. И оставляю минут на пять. Смотрите по качеству изюма. Бывает изюм темный, вот такой вот. Он такой засушенный, что его надо немножечко дольше. Вот такой светлый, он быстрее. Вот уже смотрите, какой он уже моментально мягенький становится. Бананы здесь у меня плавают. Вот все, я буду смотреть на пять минут. И потом на бумажечку все мы должны просушить. Что, мои хорошие, у меня сегодня даже уже салфетка высохла. Я увлажнила эту салфетку. Ой, как хорошо подошло. Посмотрите, у меня не было возможности заниматься тестом. Ой, хорошо, ничего не подсохло. Супер, как подошло. Сейчас идем продолжаем. Вот эта салфетка была мокрая, она полностью высохла. У меня не было часа четыре. То есть у меня опара стояла часа четыре. Но ничего страшного, я думаю, это не хуже. Но так сложилось обстоятельство. Все, идемте, уже будем сейчас перемешивать и доготавливать. Так, ну что, теперь я беру и изюм уже высох. Все высохло. Такое время. Ну ничего, сейчас будет эксперимент. Нормально или нет. Бывают ситуации разные в жизни, правда? Да, я тоже так считаю. Что я сейчас делаю? Ох, видимо, когда не сладко, чуть-чуть осело. Но вообще шикарно. Так, я беру вот это масло, что у меня здесь есть. Немножечко вот так руку смазываю. И смотрите, какое тесто. Ух ты, елки-палки. Просто красота, просто красота. И сейчас я... Можно прямо сюда добавить. И вымешиваем. Я это тесто вообще не вымешивала. Ни десять минут. Просто соединила и все. Вот эта опара подошла. Так, и теперь я должна это все вмешать. Смотрите, какая красота, какое тесто. Просто красота. Если у вас у меня сильно застыло это масло, можно растительным маслом. Но я сейчас должна вот это тесто хорошенечко вымесить. Потому что в рецепте не написано. Но я хочу его немножко вымесить. И вымешивать я его буду. Я специально купила девайс для вот таких вот рецептов. Миксер не тянет обычный. У меня другого нету. Вот я купила девайс. Смотрите, это строительный, правильно. Я его помыла хорошенько. Сейчас возьму дрель в растительное масло и взобью вот это тесто. Я вымешиваю вот этой штучкой. Мне кажется, прекрасно будет. Потому что руки, извините, туда-сюда таскать. А вот эти коржи, вернее, изделия, куличи, которые жидкое тесто, они требуют вымешивания. Так что пусть поработает за меня дрель с такой насадкой. Сейчас мы это все сделаем. Так, Санечек, на, пожалуйста, на болгарку. Вернее, на дрельку. Не-не, надо ты сам. Дрельку там мыть мне не важно. Мне нужна вот та штучка сама уже у меня помытая. Сейчас мы попробуем взбивать это тесто. Чем лучше, чем больше взбивайте, тем лучше. Так, я растопила застывшееся масло. Так, давай, Саша, вот я масло. Давай. А ну-ка, вставляй сюда. Так, масло не взобьет. Нет, мне масло не надо взбивать. Мне надо помазать. Ты помазать хочешь? Конечно. Сейчас. Я знаю, что масло. Масло я взобью. Так, а что ты? Давай я на тесто нечу, чтобы мазало. Не-не, все, все. Молодец ты. Подожди, подожди, подожди. Сейчас и голова еще будет в этом. Так, я держу, а ты давай начинаешь взбивать. Пробуй. Давай, давай. Поменьше обороты, Саш, пожалуйста. Так крутинило, что вообще. А ну давай. Давай, давай, не бойся, не бойся, не вылетит. Я тут как в лицо не полетит. Давай, 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 давай. Сейчас. А еще меньше делается, да? Давай, 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 не бойся. Изюмелька. Надо просто глубже взять. Это самая маленькая скорочка? Самая маленькая? Не, я могу сильнее. Надо меньше еще сделать. Меньше уже все. Все, да? Ну ничего страшного, давай. Давай, давай. А знаешь, у меня же есть такая штучка. Люда мне просылала. Подожди, Саша, сейчас, сейчас, сейчас. Ты эти, подожди. Подожди, между столом. Не, не, я в ней спорю. Просто надо было сразу так сделать. Стой, постой, постой, постой. Вот приподними, чуть-чуть, я не могу тебя. Вот так. Все, давай, поехали. О, ты сам я. А ну наверх поднимай. Ничего страшного, ты не поднимешь. Ох, па. Хорошо. Вот это девайс. Ну что, я вам скажу, что может такое сработать, но, коль уже руками привыкли, если вам тяжело, можете. Все, снимай, Саша, я показала, как я дальше рукой вымешу. Хорошо. Держи, сейчас камера у меня упадет. Саша откручивает там. То есть, если у вас руки болят, пожалуйста, глубже, вот так вот, надайте, раз, и все. Глубже берете емкость и все это вымешиваете. Ну, я вам скажу, что хорошо потягало. Смотрите, какое тесто. Ух ты. Сейчас я это все отберу. Ну, дрель у нас сильно. У нас дрель ударная. Нужно дрель такую, знаете, маленькую. Как она называется, Саша? Ну-ка. Они же все ударные. Не, ну, это у нас какая-то маленькая была. Это чересчур большая, поэтому. Если маленькая дрель с маленькими воротами, вот, пожалуйста, это все можно использовать. Так, все, ладно. Теперь я увлажняю руку маслом и продолжаю. Изюм отделила чересчур. Вот так. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Мало теста. Если чуть больше, то нормально. Нет, все равно это работает. Это можно работать, ребят. Смотрите, как я его покрутила. Хорошо. Оно уже даже отделяется от миски. От дна миски. Видите, как хорошо. Все. Все у нас шикарно. Теперь я не буду уже ждать подхода следующего. У меня оно уже походило так, что... Теперь я беру формы. Единственное, что прикрою сейчас. Сейчас беру формы и буду выкладывать тесто в формы. Так, формы готовы. Смотрите, тут где бумага, вот, пергаментная. И чуть-чуть я смазала тем маслом, которое у меня там было. Теперь я беру это масло. И вот я взяла три формочки. Ну, посмотрим, что у нас получится. И все тесто выбрасываю сюда на стол. Тесто не очень... Вот мы делали перед этим куличи. Намного было жиже. Ну, а это нормальное такое, я сказала бы. Так, переминаем. Делаем вот такое. Можно даже побить по столу это тесто. Сказали, можно бить. Так, и теперь у меня одна... Две одинаковых пасочки. Так, где-то вот так вот беру. Подминаю под низ. Изюма много. Вот под низ, под низ, под низ. И выкладываю формочку сюда. Вот так вот. Раз. Одна. И та часть будет побольше. Тоже так вот подминаю. Чтобы не сильно вылазил. У меня, конечно, ограничитель вот еще есть. Я сделала припуск, чтобы не вывалился куличик. Ну, так. И опа. Духовку я включила. Пусть она нагревается. Но можно поставить в духовку с лампочкой где-то градусов 40. У нас куличи должны постоять где-то в тепле еще минут 40 час. То есть они должны подняться. Вот сейчас я одну третью сделала. Чуть смажу. Все как обычно. Посмотрим, что это за тесто. Только я не знаю, как правильно теперь говорить. Оно должно стоять до увеличения за час или за 40 минут. Или должно стоять 4-5 часов. Посмотрим. Но мне кажется, чем больше стоит, тем лучше. Все. Накрываю салфеткой. И в тепленькое место, прямо уже на противне, пусть подходят наши куличи. Так, давайте посмотрим, что... О, смотрите, видите, как они поднялись. Все. Я сейчас... Вот у меня с одной стороны эти куличи выпекаются с водой внизу. Поэтому я воду поставила под эту сторону, а куличи под эту, чтобы снизу не сильно паровало, потому что низ не будет зажаренным. Все. Отправляю в духовку. Духовка у меня разогрета. 180 градусов, 35-40 минут. Извините, вы ничего не видите. Ну, а что вы видите? Вы видели куличи, которые... 170, даже меньше. И я вижу вода, и я слышу, что уже начинают подгорать вверх. Видите? Ох, духовка у меня. Распудрить. Ох, как поднялись хорошо. Сейчас я попробую с калочкой на готовность, и я думаю, что будем уже доставать. Все, достаю. Все сухое. Так, давайте будем вытаскивать ничего. Все-таки надо было, когда они у меня немножко подходили, ставить, ну, чуть-чуть такое, видите? Раз, 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 раз. Ну, я думаю, что это... Так, достаю. Я уже этим полотенечком, потому что я хочу отбелить полотенце кухонное. Вот так. Ой, какой красивый. Смотрите, какая красота, ребят. Вот, что, говорится, низ не подгорает, потому что там есть водичка. Ой, какие они легенькие. Какие же они легенькие. Все, сейчас я достаю. Ой, вот так. Ой, горячее страшно. Пусть остывают. Вот так красота. Видите? Ну, я вам скажу, что... Посмотрите, какая красота. Какие они красивые. Вот по бокам зажарились, как хорошо. И низок какой красивый. Вы видите? Все, пусть остывают. Вот так переворачивайте. Сразу не ставьте, чтобы не осели. На бочок. И крутите их. О, все. Как ключи остывают. Сейчас мы приготовим глазурь. Вот один белок. Я начинаю его взбивать с холодильника. И вот, когда уже, смотрите, вот такая пена получилась, добавляю сюда 100 граммов сахарной пудры и чайную ложку лимонного сока. Все это взбиваю. И такой глазурью быстро, самой быстро покрываю куличи. Достаточно. Вот такая вот белая, красивая глазурь. Сейчас я беру кисточку и будем уже подостыли куличи. Они уже не горячие. Такая вот прямо роза ветров получилась. Но вообще сам по себе кулич очень легенький. И слышите, какой звук? Так. И буду наносить эту глазурь. Хорошенечко. Некоторые говорят, что кулич трескается, потому что сильно большая температура в духовке. Я не соглашусь с этим никогда, потому что у меня температура 180, плюс еще и вода была. И все равно вот так вот. Зато, между прочим, какое-то есть свое новое оформление. Эффект в том, что такая у нас кулич. Кулич. Хорошо. Пасха. Получилась такая корявенькая. Ну что? Оформление всех куличей у меня до Пасхи почти одинаковое, потому что я не изощряюсь. Вот что у меня есть. Присыпка. Вот глазурь. Глазури, конечно, многовато. Поэтому, видите, она потекла. Она вся засохла. Ничего не берется. Но глазури было много. Кулички небольшие. Поверхность небольшая. Да-да-да. Скоро будем красить яйца. Методов покраски яиц у меня на канале есть очень много. Хватит рассуждать. Давайте берем тарелку, берем куличик и попробуем. Ну давайте разрежем. Мягенький. Свеженький. Так, алиоп. Первый раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какая ж красота. Посмотрите, какой он рыхлый. И вот где палочкой пробовала, так я... Какой он рыхлый. Я переживала, что все-таки у меня так долго он стоял. Но! Девайс строительный сделал свое дело. Ой, как красиво. Ой, как красиво. А ну давайте понюшим. Понюшим. Ай, пахнет. Смотрите, какой кулич, ребяточки. Супер. Просто суперский. Как быстро готовится. Ничего не надо здесь выпендриваться. Ой, какой он. Такой, знаете, и не сильно рыхлый. Вкуснятина. Молча посмотрите. Все, сказать мне больше нечего. Очень хороший рецепт. Удачный, быстрый. Ничего не переходило, ничего не переиграло. То есть, можно сделать с вечера, оставить на ночь еще лучше. Чем больше ходит. Но самое главное, чтобы влажно было полотенце. Мне очень понравился рецепт. Просто изумительный. И это же еще, он не полностью остыл. Он еще даже чуть-чуть тепленький. Вот какой кулич, видите. Шикарно. Это уже остывший на второй день. Вот я вечером делала, это утром. Такой шикарный, пористый кулич. Все, мои хорошие, готовьте. Пусть у вас все получается. Уже сколько у меня, сколько видов куличей. Сколько у других блогеров. Заходите, смотрите, вникайте. И какой выберете рецепт, тот и готовьте. До свидания. До новых встреч. Делитесь ссылками. Заходите на семейный канал. Рада каждому подписчику. До побачения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова